Всем привет! Максим Акира Авто! Сегодня в нашем ролике две вот такие вот красивые, грандиозные, неповторимые Mazda CX-3 и Mazda CX-8 Два вот этих вот прекрасных, великолепных, нахваливаемых мной автомобиля Это дизельные версии Mazda нам уже давно доказала, что дизель, их дизель, который они воткнули в эти автомобили Это ресурсно и надежно Я вам скажу, что Toyota, которую мы все привыкли видеть с завышенными ценами Это так же, как и Samsung и Apple, где мы переплачиваем за бренд И на пятки наступают китайцы, всякие разные телефоны к Xiaomi В общем, сами знаете, что я объясняю Mazda это те, которые не только на пятки наступают, я считаю, Toyota, но и вообще залазят на нее в целом Потому что, прежде всего, Mazda это не те пластмассовые салоны дешевые, да, с красивым пластиком Но он такой вот весь, ну пластик, пластик, да Он выглядит, может, нормально, но он сам по себе реально дешевый И дешевый, это пускай звучит не как оскорбление, а как факт Вот просто удешевили машину Да, там у Toyota присутствует ресурсность, но в этих автомобилях, поверьте мне, они ничем не уступают И какие жирные плюсы здесь у нас есть Это прежде всего их внешность Их внешность это то, чем Mazda прежде всего может похвастаться Ну, а сделав вот такую вот внешность, конечно же, нужно сюда поставить что-нибудь ресурсное И это вот этот вот Skyactiv, дизельный мотор В интернете очень мало про эти моторы Я делал несколько роликов про эти автомобили, и меня там раскритиковали Сказали, ну посмотри вот этот ролик про вот этот вот мотор полторашечный, дизельный, турбо Да в нем вообще нифига нет, он вообще никакой, он вообще не имеющий ресурса и так далее Я начал этот ролик смотреть, там сразу сначала он такой взял этот мотор, он весь какой-то грязный, черный Говорит, вообще я не знаю, когда в нем масло меняли, вообще не знаю, что в нем когда-либо меняли и так далее В общем, я сразу с начала ролика понял, что они просто взяли, ну, что-то прям убитое И начали разбирать, смотреть Ну, как поэтому можно понять вообще о ресурсности? Меняйте, как обычно я говорю, меняйте вовремя жидкости, масло Здесь автоматы, здесь не вариаторы, здесь надежные, очень комфортные, не толкающиеся, не пихающиеся, не дергающиеся автоматы Здесь мотор у нас 2.2, здесь полторашечка, это все турбо И оно все имеет очень неплохую динамику разгона, я скажу Даже вот эта вот полторашечка легенькая, ну, для дизельной полторашки, когда ты садишься первый раз и думаешь, ну, как бы это Да, она вначале на светофоре немножечко думает, но когда ты разгонишься там 30-40 и на обгончик, да, ты чувствуешь динамику Для полторашки, для дизельной этого уболтаться, ну, вот такая динамика разгона Если говорить о передвижении вообще в целом по городу, то вот этого автомобиля вообще уболтаться Плюс, я вам скажу, вот именно в этом автомобиле, а это еще и передний привод, дичайшая экономия топлива То есть дизель может сказать, дизель, я вообще никогда, что такое дизель, наверное, это плохо Наверное, это там сливают с этих... Ну, в общем, откуда сливают, такое ощущение, да? Но представляете, представляете, дизель продается на заправках рядом с бензином, вот Единственный минус в дизелях, которые я для себя определил, это иногда запачканные, ну, вот эти вот пистолеты, которые ты пихаешь в дизельбак Не в бензобак, а в дизельбак, давайте так выражаться Да, бывает иногда В остальном это ресурс Ну, конечно, да, слышно работу двигателя Но я вам скажу, это не напрягает абсолютно То есть, ну, да, бензинка работает потише Здесь нет никакой тряски двигателя, как у старых дизельных моторов, когда вот так вот машину всю колотит Нормально все Здесь и здесь все ровно в этом плане Ну, вам, наверное, покажется, что я нахваливаю эти автомобили Да, я нахваливаю эти автомобили Потому что красивая в целом машина, хороший ресурсный мотор и просто невероятный, отличный И просто... Это просто моя мечта Держи камеру, не поворачивай Вот так и вот так И просто невероятный салон Просто невероятный салон Только что Борис, с таможней или с лабораторией? С таможней, лаборатория закрыта Лаборатория закрыта сегодня Друзья, вот только вот автомобиль... Здесь печеное купить Пришел у нас, вот пришел... Борис, привет А, мы же с тобой сегодня виделись Вот такая вот вкусняшка Автомобиль, который, кстати, пришел у нас в судно... Сейф, да? Сейф Вот судно сейф, вот этот автомобиль Помните, да, что у этого судна очень неплохо побились К сожалению, автомобили Это у нас дизель, бензин? Бензин Бензин, да, слышу Слышу Работает Но Прежде всего Давайте отметим Вот эти вот мордяхи Вот эти вот мордяхи Посмотрите, да? Вот оно Оно все из одного семейства Вот эти вот фары, да Линзованные Как они смотрят Ну прям Ну прям вот эти вот машины Я считаю, это то самое Что Очень сильно Стрельнуло Однажды, да Вот Появился У Мазды Человек Или Общество людей Которые сказали А давайте будем делать вот так И они начали делать вот так И действительно Это Сегодня в мире Вышло на топ На топ уровне Потому что Мазда Это у нас правый руль Это Япония, да Есть леворукие автомобили Сегодня мы Абсолютно не готовы Были разговаривать Вот про этот вот автомобиль Мы его показали Только что Вот только-только Забрали его с таможни Борис Увози Сегодня у нас Дизельные автомобили Спасибо вам Огромное Спасибо Значит вот Продолжим-то мы Нахваливать дизельные машины Чтобы вы не боялись Я говорил, что В интернете Абсолютно Нет Ничего Про эти автомобили Именно про двигателя Ну если там кто-то ролик выложил Там про то Как разобрали мотор Что-то про него там сказали Что он какой-то там не такой И так далее Ну Для меня это не показатель В интернете Невероятное количество Как ремонтировать Один КЗ Как ремонтировать Один Ж Мотор Да И так далее Вот эти вот Легендарные Тойотовские моторы Которые у некоторых До сих пор Родные еще Родные Там сделали капиталку И они родные Реально ездят Не представляете Да Я думаю Мазда конечно Не переплюнет Не переплюнет Старую школу Потому что Тойота Тогда еще В те времена Делала машины Знаете Раньше Как вот Есть высказывание Которое мне очень нравится Раньше делали Инженеры А сейчас делают Маркетологи И сейчас Всем будет далеко До такого ресурса Да им и нафиг Этот ресурс не нужен Потому что Они делают Вот этот автомобиль На 3 плюс 2 года То есть получается Ну давайте так 5 лет Вот они выпускают Эти машины Люди в Японии Покупают Японцы Катаются на этих машинах 5 лет Там 3 года Или всего 5 лет Практически Практически Все Избавляются Потом От этих автомобилей Покупают Еще свежее машины Ну Япония Представьте Насколько маленькая страна Но там машин Больше чем людей Я вообще Не понимаю Откуда там Столько машин И где они все Хранятся Но если Так вот Подзадуматься Если посмотреть На все то Что сейчас происходит Там в Японии Что машины Выпускаются Их покупают И у них Вот эта вот Замена происходит Это мы Россияне Купили машину 2017 года И будем на ней Кататься Какое то время Кто то планирует Ее надолго У себя оставить Кто то может быть 2-3 года Покатается И продаст Но друзья Ну давайте Посмотрим Правде в глаза Ведь у нас Не настолько Развито Наше общество Наверное Давайте так выражаться Чтобы мы могли Каждые 3 года Покупать новый Автомобиль В салонах Мы смотрим Сейчас на эти Невероятно Гигантские поставки Автомобилей Из Японии Заказывают Но это же не новая Это БУ Здесь у нас Почти 80 тысяч Пробег Здесь Ну там 20 плюс-минус Пробег То есть Вот этот автомобиль Практически новый Вот этот автомобиль Ну не новый Да Но Без пробега По РФ Перед тем Как сейчас Заглянуть В салон Посмотреть Что же там В капоте Под капотом В капоте Я хочу высказать Своё Личное мнение Вот Визуальное Такое Восприятие Этих автомобилей Как они Для меня Смотрятся На кого Они похожи Вот ЦХ8 Похожи на Папу Это вот Прям вот Самый мудрый Самый старый Наверное В этом Семействе ЦХ3 Для меня Это наверное Старшая Дочь Такая вот Агрессивная Такая вот Она маленькая Есть мама ЦХ5 Она Вчера У нас со стоянки Уехала По мордяхе ЦХ5 Это одно и то же Что ЦХ8 Разница В том что ЦХ5 Это Кроссовер Поменьше ЦХ8 Это кроссовер Подлиннее Вот эта версия Она шестиместная Есть еще Семиместные версии У нас разделенный Второй ряд Мы это покажем Мордяхи У ЦХ5 И ЦХ8 Одинаковые Кстати Леворукая версия ЦХ8 Называется ЦХ9 Представляете Да А ЦХ5 Они есть И леворуки И праворуки Если что И вот Разница у них Вот если На мордяху смотреть Если не знать разницы Придется заглядывать И смотреть Есть ли там И есть ли там Продолжение Машины То есть У ЦХ8 Вот такая Вот маленькая Вот такая Маленькая стекляшка Да У ЦХ5 Вот такая Маленькая стекляшка У ЦХ8 Она вот такая Но Друзья Есть еще Один Способ Очень быстро Определить разницу Между ЦХ5 И ЦХ8 Это решетка У ЦХ8 Она вот Такая Вот У ЦХ5 Она крестиками То есть Ну грубо говоря Черная Темная Черная решетка У ЦХ8 Она вот Она пошла Вот этими вот Полосочками Красивыми Давайте так выражаться Поэтому что Давайте прежде всего Заглянем Наверное В шик и блеск Это достоинство Этого автомобиля У Мазды Я считаю Они молодцы Знаете Они продумали все Не до мелочей Но мелочи Мелочи Они все-таки Продумали Пойдемте в салон И посмотрим Что же там такое Прежде всего Здесь Находясь в этом салоне Я вам скажу Что Знаете Первое мое ощущение Когда я сел Вот в такие салоны Маздовские И когда я присел В ЦХ5 ЦХ8 Я сказал Это круто Это очень достойно Это круто А вы знаете Я даже не могу сказать Что именно Мне сразу бросилось В глаза Ну Если смотреть Цвет салона То да Вот эта вот белая кожа Это первое Что бросилось Мне в глаза Да Как-то ну Прям так празднично Классно Но В целом Давайте признаемся Что Мазда На сегодняшний день Сделала просто Крутейший салон Просто невероятный Начнем по порядку Начнем с руля Здесь руль Маздовский Он один На все машины Вот эти кнопочки Это все одинаково Но Это не напрягает Нисколько Что у всех тачек Один и тот же руль Очень удобные кнопочки Круиз контроль Адаптивный Да Там звук регулировать Мультимедиа управлять Отвечать на звонки Я вам скажу Что Магнитола Ну как магнитола Давайте Мультимедиа Вот это все Буду называть По старинке Магнитолой Очень неплохо Коннектится с телефонами Сразу же По блютузу Ты подключился Едешь Разговариваешь Никаких абсолютно Напрягов Единственное Что до По моему 14 или 15 Года Нельзя было На мультимедиа Поставить английский язык Я помню Это Мазда Аксела К примеру Да Там вот Все эти кнопочки Все круто Красиво Но нельзя было Поставить английский язык Здесь он есть Этот английский язык И замечательно Можно поставить Русифицировать Можно прошить Стоит это недорого Вот можно все это сделать Там в районе 3-5 тысяч рублей Все это делается Но В плане Какой здесь руль Он Ну такой Интересный Приятный Конечно Вот эта вот Кругляшка Конечно Ну так вот Я бы не знаю Я бы как-то Сделал бы немножечко Более такой Космический Это вот Прямо Не знаю Кастрюлю какую-то Сюда натянули Или сковородочку Маленькую Ладно Окей Все равно Красиво Что это я придираюсь Вот прошивочка Бугарки Вот Дальше Вот это вот Высокая консоль Вот она вот такая вот Да Здесь конечно Будет пыль Грязь Залетать Это все нужно будет Прям Ну не знаю Там Прям вычищать Наверное Чтобы глаз не видел Вот Но В целом Давайте признаемся Что это тоже Круто Это Прикольно Причем Вот это вот Не имитация строчки И это Мягенькая Это под кожу сделана Да Вот это вот Белая кожа Не практично Скажите вы Ну люди есть разные Есть те которые Ну только Катаются по городу Которые аккуратненько Садятся Которые там Не царапают Салон и так далее Вот Селектор Удобный Он ну так скажем Простенький Да Но он как бы На нормальном Удобном месте То есть я вот сижу Да Раз раз Нажал Все Переключился Кнопка старт стоп Есть она слева Ну ладно Окей Давайте это мазде Простим Я не люблю кнопки слева Каждый раз Об этом в роликах Говорю Но оно есть Дальше Есть подогрев Сидений Вот такими кнопочками Да Нажимается Есть подогрев Сидений И ребята Есть вентиляция Сидения По этому поводу Мы можем Много шутить Но реально Это работает То есть Если ты включаешь Эту штуку Подносишь сюда руку Засовываешь и ждешь Ты чувствуешь там Ну что воздух уходит Уходит То есть Чтобы на кожаных сидениях У нас ничего То про чем Мы с вами подумали Не потело Дальше Вот эти вот Воздуховоды Да Интересно сделаны Кто то скажет Что содрали у BMW Может быть BMW У них содрали Мало ли А может быть Какой нибудь Разработчик В Mazda Работал Мечтал об этом Сделать Его украл Завод BMW И так далее Да Тоже можно По этому поводу Много шутить Но я считаю Это очень симпатично Есть такая вставочка Под дерево Бардачки Здесь вполне Такие тоже Местительные Немаленькие Вот Есть кстати Проекция Проекция на стекло Здесь В CX3 Проекция не на стекло Там выезжает Стекляшка И на нее Проекция В плане Самой мультимедиа Невероятно Огромное количество Настроек Все это можно Сделать Под человека Причем Сделать Запрограммировать Под нескольких Водителей И соответственно Ну что сел Ну в семье Много разных людей Ездит Раз Раз и все Музыка Музыка В этом автомобиле Вы сейчас Сколько он может Нахваливать Этот автомобиль Да его действительно Только нахваливать Потому что Сел в Тойоту Конечно там Да Можно там Про Харри Рассказать Как бы не знаю Вот от Мазды Ты удивляешься У меня нет Такого эффекта Наслаждения От других машин Я вот от Мазды Кайфую Дальше У нас есть Вот такие вот Два Подстаканника С машиной пришел Пока что К сожалению Только один ключ На нем Это же Эмобилайзер На нем Открыть-закрыть дверь И открыть Багажник Мы обязательно Сходим Посмотрим Что за багажник У этого автомобиля Дальше Вот такой вот Барда Чочек В нем есть Два USB входа Есть вход Под SD карту Которой Почему-то Здесь нет Так Потом Давайте запустим Мотор Кстати Мотор запускается Такое ощущение Что Аккумулятор Хочет Подзарядиться Подождем Пока вот эта штука Вся загорится Здесь Довольно таки Неплохая комплектация И что у нас Имеется Имеется На панели Вот такие кнопочки Вот такая вот Шайбочка Ее можно крутить Можно нажимать Влево Вправо Вверх Вниз И Соответственно У нас вот это все Выбирается Можно выбрать Музыку Да Можно выбрать Настройки Выбрал настройки Нажал на эту шайбу И вот тебе Пожалуйста Первая настройка Которую я помню Точно Нажимаем на нее Это регулировка Высоты Проекции То есть Выше Ниже Подрост Проекция делается Ну и соответственно Дальше Невероятное количество Настроек Они все На японском языке Даже музыку Можно настроить Кстати отмечу Что здесь стоит Боссе Очень неплохая музыка Она Ну качественная Очень качественная В этом автомобиле Вот Я уверен Что можно Конечно накрутить Покруче Да Там поставить Еще что-нибудь Покруче Но давайте Признаемся Для этого автомобиля Это крутой уровень Крутая музыка Где-то у нас Здесь были Настройки Настройки Языка Вот он Давайте я поставлю Английский язык К сожалению Нет здесь Не поставил Вот так вот поставим К сожалению Вот сейчас Окей Все и переходим Мы на английский язык Одна из задач Выполнена Окей Отлично Так Нажимаем назад Оп И все у нас Теперь на английском языке Вот видите Можно сказать Пол машины починил Есть настройки Показывать знаки Не показывать знаки Дистанции И так далее Здесь очень Огромное количество Настроек Да Вот формат Времени Давайте 24 поставим Так Нажмем Поставим Вот так вот Это что А вот Да Вот так вот Все 24 часа Поставил Зона Плюс 10 У нас Где вот тут Плюс 10 Давайте поставим Время показывает У нас смотрите 4 часа Ну 5 час утра Получается Что ли показывает Так Настройки Настройки Где Владивосток Есть Нет Для нас уже Удалили вообще Со всех Этих Да Не знаю Пофигу Че Плюс 10 Поставим Все Показывает 14-10 Да Действительно Время 14-10 Все Круто Еще полмашины Починили Когда включаем Передачу Назад Двигаться Задний ход У нас здесь Поскольку Жирная комплектация Как в простонародье Говорят Жир У нас здесь Круговой обзор Прежде всего Камера заднего вида Причем По моему Она двигается Да Есть Вот это Управление Куда сдать Траекторию Показывает Потом Если мы Нажмем сюда То Вот видите Больше становится Не нужна нам Траектория Больше хочу Видеть Камеру Заднего вида И есть У нас Настройки Сразу же Настройки Говорят О Цвете Настройки Что у нас Цветности Яркости И так далее Видите Да Это все Можно настроить Отдельно Поставили Передачу Теперь На дышку Поставили Да Нам показывает Камера переднего вида Да Нам показывает Камера переднего вида Ну-ка Это Назад О да Точно А это Камера переднего вида И так же Круговой обзор Причем Показывает Еще Порог слева Вот Чтобы мы там Ничего себе Не сбили И показывает Видите Да ЦХ300 Это реально Помогает Парковаться Тем более Девушкам Которые Присядут Вот в такой Вот автомобиль Как ЦХ5 ЦХ8 И я вас Уверяю Не только Девушки Почувствуют В этом автомобиле Знаете Что первый раз Я почувствовал Я почувствовал Что я не чувствую Габаритов Реально Я не почувствовал Габаритов То есть Я не пойму Где морда Где крылья То есть Капот здесь Вот такой То есть Как-то Вот Немножечко Вот это Вот Конечно Приносит Дискомфорт При Когда ты Едешь Во дворах Между машинами Ну Я ездил На больших Машинах Но Когда я Сел на ЦХ8 За руль И ехал Между машинами Я почувствовал Это дискомфорт Такое ощущение Что ты Сейчас Что-нибудь Заденешь Вот Но поскольку Там проезжают Другие машины И я не считаю Что ЦХ8 Самая широкая машина Я конечно же Проехал Проехал Ничего не поцарапал Это были мои первые ощущения Когда я почувствовал Что габариты Здесь тяжело Ощущаемы Есть такая проблема В целом Видимость В этом автомобиле Стекло Да Вот это вот Ну все нормально Стойка здесь толстая Сразу отмечу Что здесь у нас Черный потолок Да Вот светлый Белый салон Светлый белый салон И черный потолок Он реально черный Он прям Ну непривычно черный Я не привык Черным потолкам Но если не обращать внимания То и как бы Ну и нет его этого потолка В плане Как слышно мотор Да Из салона Его слышно Но он не напрягает Ты слышишь Что работает мотор Если давить газ Слышишь Как машина набирает обороты Слышишь Как переключаются Скорости Но не чувствуешь этого То есть нет Как я уже говорил У автомата Рывков Пинков Дерганий И так далее Машина На 140 По трассе Себя чувствует Очень хорошо И водитель Себя тоже Очень хорошо Чувствует На нормальной трассе ЦХ8 Что это такое Это конечно Помягче чем ЦХ3 ЦХ3 Более коловой автомобиль Это тоже Такой сбитый Как бы не хочет Он быть мягким Но Но Он намного мягче Если ехать По гравийке Даже вот где Есть ямки Если такое На скорости Этот автомобиль Нормально проходит То есть нет такого Ощущения Что это все Трясется Колотится Вот Это ну Сделано нормально Знаете Вот как вот Привести такой пример Это и мягко И в то же время Жестко По ходовке Да что то среднее Но я не скажу Что это что то среднее Нет такого ощущения То есть машина Ведет себя комфортно На Бездорожье Ее не трясет Не колотит салон Там не трясутся Там я не знаю Карты дверей Там бардачок Не трясется Нет такого И в то же время Машина как бы Жесткая И в то же время Она нормально Отрабатывает по ямам Вот это сочетание Я до сих пор Не могу выразить Я сколько раз думал Катаясь на таких машинах Ну как же вам Сказать об этом Что здесь вот такая Вот ходовка Их до сих пор Не могу Как то вот выразить Кстати помогите мне Пожалуйста Напишите мне в комментариях Как же Описать вот Работу вот этой вот Ходовки Очень интересно Дальше Пойдемте посмотрим Второй ряд Потому что спереди Практически все показал Здесь особо Выделять что-то такое Сверхъестественное Кроме Целостности этого салона Ну прям нет Вот еще единственное Только кнопочки Обязательно Это у нас Открывается багажник Это у нас кнопочка Когда мы на нее нажимаем И показывает у нас Камера передняя Переднего вида Да вот на эту кнопочку Нажимаем и смотрим Не задавим ли мы там Никого Очень удобно Потом отключение Парктроника Подогрев руля Отключение функции Айстоп Айстоп кстати не работает Если вы не пристегнулись Поэтому если вы ездите Не пристегнуты И думаете Почему же у вас не работает Айстоп Пристегнитесь Он заработает Дальше Отключение функции Выхода из полосы И отключение функции Этого антиюза Вот то есть Отключаем Да и машина Может скользить Гальмовать и так далее Дальше Можно еще Я вам покажу Что спереди У нас карту дверей Да вот У нас вот Такой вот здесь Боссе Вот такой вот вид Акустики здесь По поводу ручек Здесь вполне симпатичные ручки Очень такие они Как бы Ну я бы сказал Хром Но оно не блестит Так как хром Оно больше как то Вот между хромом И матовым чем то Хотя блестит Вставочка под дерево Маленькая Тоже вставочка Хром Тире Что то матовое Карта дверей Она вся грязная Запачканная Видите Вот ну почистить надо Это не Не подрано Ничего Слава богу Ну 20 Сколько там у нас пробег 24 тысяч пробег Вот это вот симпатично На некоторых машинах Кнопочки почему то В два раза меньше Я считаю уже Огрызки каких то Их называют Здесь в принципе В этом плане Все умеренное Строчка Настоящая Не имитация Строчки И вот это тоже Все мягенькое Вот здесь нет тряпки Слава богу Потому что тряпка Затирается Может быть Mazda Подумала это сделать И как обычно Я отмечу Отмечу обязательно То что Mazda Вот делает Вот такие вот коврики Во всех Местах То есть ты Грубо говоря Вытащил Промыл И запихал И запихал Это обратно Вот это есть Во всех вот таких Углублениях Здесь тоже Это есть Оно конечно Что то как то Ну выковырить надо Оно не приклеено Оно просто там лежит Прорезиненный Вот такой вот коврик Это круто Мелочи Как я уже сказал Не продумано До мелочей А ну и Присутствуют Вот такие приятные мелочи Приятные бонусы Также хочу здесь отметить В этой Жирной комплектации Они практически все Жирные Там может быть Где то не будет Подогрева руля Подогрева сидений Вентиляции сидений Да нет По моему они у ЦХ8 есть У всех Вот врать не буду тоже Но Здесь у нас память На двух водителей Здесь ну видите Да этот Электропривод сидений Как бы все круто Все работает Очень очень богато Смотрится конечно же Здесь Вот этот вот белый цвет Ну реально богато смотрится Кто то бы сказал Не Не практично Не хочу если такое Вполне нормально ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дальше Что же здесь Такое второй ряд Тоже красивая карта дверей Кнопочка Глянцевая Вот эта вот вставочка Здесь есть у нас Шторочки Они вот так вот Закрываются Какие то рыжие волосы Не буду их трогать Так Потом 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 Ну в принципе Строчечка Строчечка Все это мягенько Друзья Это не дешевый пластик Аналогично Кстати здесь Вот Наверное все таки Я дезинформировал вас Здесь нет коврика А может быть он А может он и был Здесь не поднять подлокотник Нет Нету Но зато здесь есть Маленький коврик Тоже прорезиненный Как я говорил Да Потом Здесь шестиместная версия Здесь разделенные кресла На втором ряду Есть у нас Ну такой вот Массивный подлокотник Тоже Строчка Прошита Все Везде Строчка Настоящая Вы представляете Да Трогать ее грязными руками Наверное не нужно Будет затираться Здесь есть Бардачок В котором я кстати Не вижу дна Оп Ну вот Давайте так Вот Какой глубокий бардачок Зарядка есть На На USB Всегда у меня был вопрос Вы сделали зарядку внутри А провод то Провод мы же будем пережимать Да Ну нет Наверное Можно где-нибудь здесь А ну тут Можно его просунуть И в принципе Вот телефон заряжается Все четко Ваш ребенок будет Очень рад Потому что На дальние расстояния Он едет И у него работает Телефон Или планшет И так далее Есть кнопочки Прогрев Прогрев Второго ряда На третьем ряду По-моему нет прогрева Третий ряд Сейчас мы заценим Не знаю как заскакивать На третий ряд Не задев сиденья Такие прекрасные Белые Вот Ну нет Все равно Крутой салон Конечно Когда он белый Потолок правда черный Ну не дай бог Еще потолок У нас белый был Есть вот такие вот Подстаканчики Прекрасные Как бардачок Да Кстати тоже здесь Коврики резиновые Вот эти вот Да Есть Интересно вытаскивать Да Тоже Вытаскиваются эти коврики Здесь прикольно Да Прорезиненные Вот в целом В целом Я вам скажу Что Вот этот вот салон Ну он такой обалденный На самом деле Классный Прям сидишь здесь Очень удобно То есть Вот эти капитанские кресла Я Ну Мазда молодцы Подлокотнички Вот так вот И прям Подрослабился Вообще круто На дальние расстояния Вот в этом автомобиле С семьей Ну круто Реально круто Давайте Я все-таки Попробую Что такое Третий ряд Потому что В CX-8 Я никогда В третий ряд Не залазил Вот И Сейчас мы С вами посмотрим Как же это Как же это Будет Ну я вам скажу Что присутствует В принципе Проход для ног Нет такого Что я залажу С трудом Вот Дети сюда запрыгнут Нормально Аккуратненько Чтобы не задеть Ничего белого Ну видите Немножечко Для меня Для здорового Такого Оп Место Конечно Если не отодвигать Кресло Вперед То для меня Здесь реально Второй ряд Если не отодвигать Вперед То для меня Здесь место Нормально Ну для здорового Такого Если подвинуть Кресло Я конечно Я конечно Буду сидеть Наверное В дискомфорте И я вам скажу Для взрослых Для взрослых людей Ну не знаю Для меня Это конечно Тесновато Если подразвалиться Но опять же Я отодвинул В крайнее Переднее положение Второй ряд То есть я могу Развалиться Когда там Будет кто-нибудь Сидеть Я подвину И уже все Уже будет тесно Есть рычажок Мы его поднимаем Вверх И двигаем Кресло На себя Причем Кресло Вроде как В какое-то положение Встало И больше Не двигается Да Все Но я вижу Что его можно Подвинуть Еще на меня Но По всей видимости С этой стороны Больше не подвинешь Для ног Есть пространство Вот Ну что Полезли отсюда Тогда Еще Вот так вот Делаем снова Ага И что-то оно Больше не двигается Вперед А что А что делать Хочу выйти Ребята Ну да Вот у меня здесь Проблема Сейчас выйти Кто бы меня Выпустил Получается А вот так вот Все И еще Вот так вот Ну окей Ладно И я вылажен То есть так вот Конечно С автобусами Не сравнить Но Третий ряд Все таки Присутствует Для людей Для каких-нибудь Какого-нибудь Роста О Все Так Полез я отсюда Чтобы не задеть Ничего Оп Оп Все Пойдет Все таки Он есть Этот третий ряд Он красивенький Чистенький Но Для таких Высоких людей Это конечно Это конечно Не кроссовер Но все таки Третий ряд Пойдет Пойдет Для детей Это само то Теперь о Задней части Этого автомобиля Рас прекрасного Очень прекрасного Которого мы Хвалим И рекламируем От ЦХ5 Отличается Тем Что у ЦХ5 Другие стопы Они более проще Они тоже симпатичные Вот И эти стопы У ЦХ8 Соединяются Вот такой вот Вставочка Хромированной У ЦХ5 Такого нет У них просто стопы Они попроще Они тоже симпатичные Кнопка На брелке Нам позволяет Открыть этот автомобиль Открыть у этого автомобиля Багажник И посмотреть Какой же он есть Вода капает Дождь был что ли? Ну как бы Небольшой так скажем Багажник Да Но смотрите Какой подпол Какое подполье нормальное Что здесь у нас еще есть Здесь у нас ключи Все это понятно Все это есть Все это присутствует Там тоже бардачок Здесь есть у нас Этот компрессор Все нормально Все хорошо Там железо Закрываем У нас же третий ряд складывается Поэтому давайте сложим третий ряд И посмотрим Как он Багажник То есть появляется Да Если складываем Причем мне нравится Что когда дергаешь Вот этот рычажок Сразу же Сам отпрыгивает Подголовник И мы вот так вот Аккуратненько Опускаем третий ряд Вот и у нас Пожалуйста Большой багажник Здоровый багажник Вполне Скажу Очень такой Все Теперь у нас Четырехместный автомобиль Да Четырехместный автомобиль Ну прикольно С кнопочки Закрывается Багажник Есть еще у нас Вот кнопочка Можно ее нажать А можно с брелочка Ну давайте Уже не с брелочки А вот с этой кнопочки Нажмем Давай закрывайся Ага Вот закрывается все Приятно Знаете там Кто-то там Ногой поводит Здесь кнопочка Всего лишь Ну что Вот такой вот ЦХ8 Ваши знания Ваши впечатления Ваши Какие-то моменты Ну Напишите в комментариях Вот про этот автомобиль Может быть Кто-то чем-то важным Поделится Про 2.2 Турбодизель 2018 Года Теперь ну наверное Кратче Покоротче Покажем вот про этот автомобиль Что-нибудь Ну Почему Потому что у нас Про этот автомобиль Был более такой Обширный ролик Вот Ну Как бы ЦХ3 Что это такое Это полторашка Дизельная Турбо Которая В принципе Как я уже говорил Для города Уболтаться Но Во-первых Этот автомобиль Меньше Ниже у него Клиренс На удивление Мазда Поставила сюда Катки 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 Насколько Я помню Что на много На 18 То есть 215 50 На 18 И это Делает этот Автомобиль Немножечко Деревянным Я читал Некоторые Отзывы Об этом Автомобиле На всем известных Сайтах И я вам скажу Что там человек Купил такой Автомобиль Пробежный Пробежный Он купил Уже его Он там был Битый И так далее Он там расстроился Что он не знал Что он был Битый Но Какой момент Он написал Что эта машина Идет как Краун Нет Вы представляете Этот автомобиль Идет как Краун Я вот это Вот если честно Не понял Потому что Ну это Коловой автомобиль У нас в семье Была такая машина И ну Не скажу Что он мягкий Он Ну деревянненький Тем более Вот с такими Вот Низкопрофильной Почти что Низкопрофильной Резиной Ну куда Восемнадцатой Ну поставьте Не знаю Шестнадцатая Литье И колеса будут толще И должно Отрабатывать Получше Когда я поставил На этот автомобиль Зимнюю резину У меня была Летняя резина Я поставил Зимнюю резину Китай мы купили Но он был новый Я сразу Ощутил Изменения При Заходах На скорости В повороты Вот прям Машина стала другой Она хуже Стала заходить В повороты Если на летней резине Она прям Вообще Как-то вот там Прям шла Ну возможно Это был Китай Там я не знаю Зима Китай Мягче резина Не помню Как она называлась Но я почувствовал Что прям Машину уже сносит Хотя я на таких Ну я Попробовал На больших скоростях Заходить в повороты На летней резине Круто было На зиме вообще Ну даже снега Еще не выпало Просто вот Чуть-чуть холоднее Стало и все Пойдемте в салон В этом автомобиле Тот же самый руль Но единственное Что я сейчас заметил Это прошивочка Там она какая-то Двойная была А здесь вот такая Вот одинарная Тоже есть бугорки Есть подогревы сидений Задний второй ряд То есть Там нет подогрева сидений Здесь попроще Вот эта вот консоль Есть тоже шайбочка Ей крутить Выбирать Мультимедиа Все круто регулируется Машина кстати Это 17 года Тот же самый селектор Та же самая ручка Простенькая Такая симпатичная Поскромнее Здесь конечно все сделано Но опять же Давайте поудивляемся Вот эта вот мягенькая Эта прошивка Настоящая Здесь две прошивки Одна черного цвета Другая вот такого Алого цвета Красного Потом Такие вот дуйки Они вот так вот регулируются Их можно закрыть Открыть Тоже интересное решение Побольше здесь дисплей Все практически то же самое Кнопка старт-стоп С левой стороны Если запускаем мотор Проекция Проекция выезжает Проекция также регулируется По высоте Звук мотора Здесь тоже слышен Это же дизель Пониже будет здесь потолок Здесь Также Жирная комплектация Здесь есть Электропривод сидений Память на двух водителей Тоже есть кнопки Отключения Айстоп Выход из полосы Это антибукс Антиюз Парктроник Отключается Нет подогрева руля Я вижу А нет Извиняюсь Вот она кнопочка Здесь есть подогрев руля Жирная Хорошая комплектация Ну в принципе Карта дверей Тоже такая симпатичная Нормальная Здесь вот пластик Здесь Это тоже пластик Под карбон Здесь Вставочка Мягенькая Нормальная С настоящей Прошивкой Вставочка Куча просто Набор вставок Посмотрите Раз Два Три Четыре Пять То есть Ну пять Вот разных элементов Да Вот у тойоты Раз два Может быть три Максимум Да Здесь и вот Под кожу мягенькая И вот под карбончик И вот пластик такой А вот это вот мягенькая А вот это вот серенькая А вот это вот Та же самая ручка Как в CX-8 Хром Вот То есть Ну здесь потолок светлый Стойки здесь Чуть-чуть потоньше И вообще сидишь ты В этом автомобиле Конечно поменьше Покомпактнее Поудобнее Как-то вот Мне такое ощущение Что сиденье Потому что я в него провалился У меня вот эта вот Поддержка боковая Хоп К себе И как-то вот Ну в этом автомобиле Ты сидишь пониже чуть-чуть И казалось бы Покомфортнее Ну каждому свое Интереснее этот автомобиль Тем что он покомпактнее Поменьше Более так скажем Юркий Да Есть место где припарковаться Для этого автомобиля Вот Нежели CX-8 CX-8 это машина Такая уже для семьи Побольше там да И все такое Детей там Или там Родственников Поднапихать туда В целом это Mazda Которая очень интересно Сделала салоны И кстати обратите внимание Что здесь одинаковые рули А в целом салоны разные В целом разные салоны И карты дверей разные Да И Ну я говорю о тех автомобилях Вот Где Есть однотипность У Honda Есть однотипность в салоне Да Здесь прям Ну разные салоны Что интересно Да Вот вставочка мягенькая Там Вот это конечно пластик Здесь пластик Здесь кстати я Чуть-чуть раскритикую Здесь пластик И имитация строчки Имитация строчки Есть пищалки Тоже неплохой обзор В принципе И нормальный автомобиль У этих машин Я кстати хотел сказать У этих автомобилей Очень Хорошая экономия Мы делали замеры Был у нас ролик И мы Проехали 55 километров Со скоростью 60 километров в час И расход был менее 3 литров 4 в д этом автомобиль был То есть это вообще Прям показатель нереальный То есть это показатель Ниже чем у гибридного автомобиля Да По горкам С прогревами По приморским Владивостовским горкам Здесь ну плюс 3 плюс 4 Это минимум Ну где-то литров 8 Передний привод должен кушать Потому что 4 в д А у нас кушал Где-то 10-11 литров Зимой с прогревами На короткие дистанции Это реально короткие дистанции Если Дистанция Большая Да Большие расстояния То эта тачка Вот Ну это С крутым показателем Экономии топлива Ладно Второй ряд Сейчас посмотрим Багажник Багажник у этого автомобиля Сам к сожалению Не открывается Он вот такой вот Такой вот Кстати коврик Здесь прикольный Хорошо Вот такое подполье Есть этот Кстати Эта крышка снимается Подполье становится глубже Можно также вот это вот убрать Еще глубже сделать Здесь Кстати Сап босс Боссе тоже Музыка боссе Это круто Это все можно убрать Сделать побольше пространства Это уже на ваше усмотрение Если вдруг вы что-нибудь грузить будете Да И что Ну в принципе Что багажник у этого автомобиля Присутствует Но Этот багажник критикуют За то что он маленький Потому что эту машину называют Кроссовером Кроссовером называют Но мы все знаем Что у кроссовера должен быть багажник Вот Ну сравните да Кроссовер CX3 Сравните кроссовер там Харьер к примеру Да Харьер там Ну там Багажник достойный Нормальный Да Вот здесь вот Кто же кроссовер Но он такой вот поменьше И у него маленький багажник Жалуются люди Что туда не залазит коляска И так далее Но Можно сложить второй ряд И соответственно Коляска залезет Теперь Что такое второй ряд У этого автомобиля Довольно мягкая сидуха Нормальная И немножечко тесновато Тесновато То есть Как в Сейчаре Вот здесь потолок Уже пришел к тебе Конечно Ну не очень тут Так скажем Под развалиться Можно Я не скажу Что здесь неудобно Не скажу Что здесь дискомфортно Но то что здесь Немножечко тесновато Это есть Ну это изначально Такой автомобиль Тесноватый Передвижение по городу Девочки Мальчики за рулем Ребенка посадил Там да И так далее То есть Ну этот автомобиль В принципе нормальный Он У него огромный Жирный плюс Это надежность Это практичность Я вам скажу И экономия Вот Ну и соответственно Что красотульки Что передняя часть автомобиля Что задняя Уже Достойно смотрится Интересно Интересно На заглядение ЦХ5 ЦХ8 Могут похвастаться Хорошим клиренсом Только не ЦХ3 ЦХ3 будет пониже Сама машина Будет пониже Да И Вот эта вот Мордяха Вот с этим вот Обвесом Штатным Давайте так это назовем Выносом морды Ну конечно Будет цеплять Если ЦХ8 И ЦХ5 У них хоть вынос есть Но конечно Здесь клиренс Выше намного Могут похвастаться Да Тем что мы Будем меньше задевать То К сожалению ЦХ3 Будет задевать Побольше Ну Поменьше Машинка конечно Что говорить Друзья После такого Непродолжительного Кратенького Обзора Этих автомобилей Хочу напомнить вам Где Увидеть Где посмотреть Цены Вот на такие Вот автомобили Переходите к нам На сайт 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 называется Акира Авто Сразу же Раздел Цены на авто Я сейчас Сравню Сразу же На всем известных Сайтах Цены По продажам Этих автомобилей В наличии В наличии Скажу в чем разница Итак Выбираем Мазда Выбираем ЦХ Давайте Восемь Выберем Параметры Год Восемнадцатый К примеру Здесь у нас Очень маленький Пробег Поэтому ставим Давайте До пятидесяти Ну давайте Поставим От двадцати пяти До пятидесяти Мой Идеальный Английский В этом кузове Есть и передний Привод И четыре Вд Дальше Выбираем И три И пять И четыре И четыре И пять Выбираем Все Нажимаем Применить фильтр И сайт Показывает нам Последние продажи Этих автомобилей Итак Поехали И мы сразу же Видим Да вот Название комплектации XD Proactive И здесь мы видим Ну если Четыре Вд не написано Значит это Передний привод Итак Миллион Семьсот Восемьдесят Тысячи рублей Это все у нас Восемнадцатый год Каждый автомобиль Можно открыть Посмотреть Там есть Расписано На что уходят Денежки заказчика Про это я сейчас Тоже расскажу Дальше Листаем Двадцать семь тысяч Пробег Три с половиной Оценка Передний привод Вообще просто Нереально низкий ценник Двадцатого Десятого То есть у нас Сегодня на дворе Это двадцатый Уже Двадцатого числа Машина продалась И вообще Миллион четыреста Зашла бы в Россию Это нереально низкий ценник Дальше Дальше Может быть там Простенькая Докомплектация Все дела Миллион семьсот восемьдесят Две Дальше Проэктив Миллион семьсот Ну в общем Что мы видим Что вот Четыре ВД Кстати Миллион семьсот Тридцать Две XDL Пэкэдж Более-менее Получшая Комплектация Пятнадцатого Десятого Автомобиль Был продан То есть мы видим Что четыре ВД С таким маленьким Пробегом Вот за такие деньги Если вы хотите Подешевле Посмотреть Такой автомобиль И что мы дальше видим Ну в принципе Средняя цена Средняя цена По сегодняшним курсам Это миллион семьсот Миллион восемьсот Вот она вот здесь указана Да Это на октябрь Теперь давайте Двинемся И посмотрим На Мазду ЦХ8 На Мазду ЦХ8 Именно Именно На всем известном Сайте Не будем его рекламировать Нам за это не заплатили Одно объявление И выберем так Выберем Восемнадцатый год Нажимаем Применить фильтр У нас там Полторашечка стоит Нам надо что Два и два У нас Да Вот два и два Ну видите да По ценам Миллион Ну два миллиона Два пятьдесят Два пятьдесят пять И два триста И пошли в гору И пошли в гору То есть видите да Машины в наличии Это намного дороже На рынке Почему Потому что люди Вкладывают свои деньги Привозят эти машины Они у них стоят Они у них месяц идут Дай бог Чтобы за месяц пришли Сейчас и два месяца У некоторых машины идут И месяц еще продается То есть два-три месяца В самом лучшем случае Он продал машину Вложил он там Миллион семьсот Да Привезти этот автомобиль И ну надо Триста заработать Видите да Вот сколько накидывается На такие машины Как я уже говорил Рекламировал нашу компанию И вообще в принципе Как работают компании Да другие Мы не вкладываем свои деньги В поставку ваших автомобилей Поэтому можем делать Маленькую комиссию Если мы к примеру С вами посмотрим На нашем сайте Вернемся к ЦХ3 ЦХ3 поставим Семнадцатый год А кстати С восемнадцатого года ЦХ3 дизельный Уже один и восемь А нет полторашек Отказались Сейчас дизельный у нас 1.8 По-моему у нас уже Одну машину мы купили И есть заказчик На 1.8 На дизельную Именно вот С восемнадцатого года Который это круто Постараемся показать Что же там такое Кузов выбираем ДК5 ДК5ФW Это у нас передний привод Полторашка Семнадцатый год Вот тот автомобиль у нас С семнадцатого года И давайте оценочки Три с половиной Четыре с половиной Выбираем Нажимаем применить фильтр И смотрим Что такие машины Со средними ценами Миллион девяносто Миллион девяносто Листаем Видим Миллион сто Миллион сто Вообще Но это у нас Это у нас Нет не механика Сто сорок одна тысяча пробег Четыре балла Оценка Видите как дешево Продал семнадцатый год Миллион сто Миллион пятьдесят И так далее Если мы с вами пойдем на дром Выберем Семнадцатый год Выберем семнадцатый год Выберем Цэкстрим Так Убираем все модели Выбираем Цэкстрим Пять объявлений Так Ну что показывай Давай То видим Миллион сто пятьдесят пять Миллион двести Миллион триста Миллион четыреста Миллион четыреста тридцать То есть Ну плюс двести Плюс двести пятьдесят Сверху на этих машинах Есть И это у нас Дизельные полторашки То есть Пожалуйста Листайте Смотрите цены Вы видите Да Что даже С учетом того Что я не набрал К примеру Маленькие пробеги А у нас на рынке У всех машин стоят Почему-то Маленькие пробеги Ну давайте пробег поставим до пятидесяти До пятидесяти Нажимаем Применить фильтр И что мы с вами увидим Увидим то что Ну опять же Миллион сто Миллион сто Миллион двести Да Очень маленькие пробеги Миллион двести Очень хорошие оценки И так далее Вот на рынке Конечно такие машины Плюс двести Двести пятьдесят Будут стоять Это точно Потому что Опять же повторю Люди вкладывают Свои деньги В поставку этих автомобилей И ждут Ну такое долго Продолжительное время Чтобы их продать Все друзья На этом закончил Промывать вам мозги Пожалуйста подписывайтесь Поставьте все таки лайк Огромное вам за это спасибо Вот И кстати не засылайте на нас ботов Всего хорошего Счастья До новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok